Не нужно лезть со своей помощью, когда вас о ней не просят. Всем привет, с вами Sargas. Сегодня я хочу рассказать о паре случаев, которые произошли с одним моим учеником. Наверное, стоило рассказать их немного раньше. Надеюсь, он на меня не обидится. Я предупреждал, что расскажу об этих случаях в видео. Но как-то дошли руки только сегодня. У меня вот еще 271 тема для видео. Это на ближайшее время. И они постоянно пополняются. Так что я выбираю то, о чем хотел бы рассказать именно сегодня и рассказываю. Кстати, видео я пишу без подготовки, поэтому приношу извинения, если иногда ставлю ударение не в том месте или оговариваюсь. У меня есть только тема для видео. Буквально одним предложением. И все. Остальное я беру из головы. То, что думаю, то, что чувствую. Поэтому не обессудьте. Я на монтаже сам частенько вижу, когда ставлю ударение не там. И как так можно? Я же вроде учился в школе. Ну, как учился? Ну, я посещал. В общем, видео живые. Надеюсь, вы правильно понимаете это. Итак, о моем ученике. Речь о нем как пример, но в целом это касается любых магов, которые дорвались до силы, не имея большого опыта, скажем так, и не имея какой-то серьезной теоретической базы. Когда ученик начинает заниматься магией и получает серьезный буст в развитии, силы много, а по теории еще не дотягивает. Опять же, надеюсь, никто не обидится, но это факты. В чем заключалась ситуация? Он научился изгонять сущности. Изгонять и упокаивать. Это произошло благодаря тому, что мы общались лично. Я много информации давал, скажем так, в ускоренном режиме, просто в рамках разговора. Ну, потому что, говоря о магии, как минимум сложно что-то утаивать. Плюс в личном разговоре, ну, мне абсолютно не жалко поделиться какими-то знаниями. И вот из этих знаний, из моей кое-какой поддержки в плане Эгрегора Света, он получил некоторые дополнительные возможности, которые открываются далеко-далеко не сразу. И научился, как я уже сказал, упокаивать сущности, изгонять сущности. В этом, конечно, много его заслуги. Я только подтолкнул его. Здесь он сам молодец. Не хочу отбирать ни чьи лавры. Нет. Я ему совсем немного помог. Что-то рассказал из практики. В чем-то поделился теорией. Там договорился с парой сущностей для более серьезных объемов энергии. Но в целом дошел он до всего сам. Тут он молодец. Я его полностью в этом поддерживаю. Но были кое-какие моменты, которые говорят о том, что... Ну, не зря я отдаю информацию поэтапно. Не зря я новичкам не пихаю сразу серьезные знания. И не зря мы сначала долгое время развиваемся и изучаем теорию. Что произошло? А он изгнал хранителя города. Светлого хранителя города. На самом деле это вопиющий случай. То есть за такое могут и из света выгнать. То есть идет он по улице. Увидел темную сущность. Изгнал. Увидел дух умершего, который скитается здесь черти сколько лет. Изгнал. Хорошо. Хорошо, допустим, хотя тут я уже сомневаюсь. То есть не все умершие недовольны своим существованием. Ходит он, ну и не твое дело. Ну, на мой взгляд. И тут видит он светлую сущность. Духа умершего человека, который обитает там очень и очень долго. Дело было в Испании. И это был один из умерших королей. Он поздоровался с ним и изгнал хранителя города. Просто взял и изгнал. Тут, ну, как бы с одной стороны мне не хочется обижать ученика. С другой стороны, ну, если взять ситуацию, не связанную с какими-то личными моими знакомыми. Но вот взять гипотетического мага. Ну, какое твое дело? Какое ты вообще право имеешь лезть к человеку? Ну, жив он или мертв, неважно. Если он со стенаниями не молит тебя закончить его страдания. Или не набрасывается на прохожих и не тянет из них энергию. Ну, может быть, стоит хотя бы подумать. Посоветоваться. Не оставлять город без хранителя. Ай. В общем, очень странный, мне кажется, такой подход. Вот, я понимаю, когда человек дорвался до серьезной силы, когда он чувствует свою мощь, и она просто жжет его, заставляет действовать. Я все это прекрасно понимаю. Но иногда, когда ваше воздействие касается не только вас, но и других людей, неважно, живых или мертвых, стоит остановиться и хорошо подумать. К чему это приведет? Какие ваши действия будут иметь последствия? Я занимаюсь боевой магией, но это не значит, что я ослепленный яростью бегаю по астралу и рублю всех направо и налево. Нет. Отнюдь. Боевая магия подразумевает несколько большие возможности в определенном плане, но и накладывает гораздо большие ограничения, так как требует внимательности, ответственности. И просто так применять силу, на мой взгляд, не очень хорошая идея. Аналогичная ситуация была с обитателями одной горы. Если вы смотрели мои путевые заметки об Испании, то знаете, что мне пришлось чистить проклятую гору. Целую гору. Как меня туда вообще занесло. Это был интересный опыт. Мой ученик, который просто присутствовал, чуть не умер от отката. Я тоже испытал несколько незабываемых минут. Но все прошло успешно и на этой горе обнаружилось... Ну, я не очень люблю, на самом деле, рассказывать такие истории, потому что выгляжу, прямо скажем, сумасшедшим. Для людей, которые с магией не связаны, это звучит как бред. Я это прекрасно осознаю и сам не люблю, когда другие магии позволяют себе вот такие отступления об астральных битвах и прочее, что обычным людям не понять. На мой взгляд, это вещи такие интимные, но из песни слов не выкинешь. Для контекста я вынужден все это объяснить. В общем, там продолжало существовать одно племя в виде не очень живом, скажем так. То есть, духи умерших людей никого не трогали. Просто продолжали существование в посмертии на этой горе. Абсолютно адекватные, абсолютно мирные. То есть, пришли, переговорили, все хорошо, никто никого не трогает, никаких проблем. Но как только мой ученик получил возможность изгонять сущности, он сразу же принял решение изгнать всех с этой горы. Зачем? Почему? Чем он руководствовался? Я, собственно, так и не добился. То есть, ну, невразумительные ответы формата, ну, а что они, надо же того очистить, это самое. Ну, я, конечно, опять же, утрирую, никого не хочу обидеть, но в целом мне непонятна мотивация. То есть, зачем изгонять сущности, которые никому не вредят? Зачем изгонять сущности, которые даже не являются темными? У нас и так светлых сущностей не очень много. Они и так крайне неохотно общаются с людьми. Да, люди для них важны, но как явление, но каждый в отдельности человек для них, ну, по меньшей мере, может быть неприятен. А тут еще и такие, ну, скажем так, нападки. Поэтому на данных примерах, я надеюсь, все мои слушатели поймут, что не нужно лезть со своей силой, со своими возможностями в те области, в которых вы чего-то не понимаете. В ситуации, к которым вы не имеете никакого отношения и к людям, которые вас о помощи не просили. Всегда стоит задуматься о последствиях для себя, для человека, на которого вы воздействуете, для других людей. Подумать о будущем. Что будет с городом, который лишился светлого хранителя? Я вот с ужасом думаю об этом. И, на мой взгляд, никакие изгнания темных сущностей не перекрывают, ну, фактически геноцид светлых. Это ужасно, это недопустимо. А, конечно, теперь, надеюсь, он осторожнее. Но сами по себе такие ситуации несут очень нехороший отпечаток. В первую очередь, с точки зрения света. Да, какая-то конкретная сущность-покровитель может относиться хорошо, может давать дополнительные задания. Но, в целом, репутация складывается из мелочей. И подобные ситуации мелочами даже не являются. Надеюсь, все меня правильно поймут. Надеюсь, никто не обидится. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью. И вступайте в школу практической светлой магии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok